В областном центре прошел международный форум «Бизнес. Дни в Гомеле». Его участниками стали представители деловых кругов из 19 стран. Были рассмотрены современные технологии для повышения конкурентоспособности региона, инструменты для расширения предпринимательской сферы, поиска новых рынков и привлечения инвестиций. Программа предусматривала серию бесплатных семинаров-практикумов для руководителей предприятий, маркетинговых служб и юрисконсультов. Форум прошел в пятый раз. За прошедшее время он стал эффективной площадкой для установления деловых контактов, обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса и обмена опытом. В Гомельской области Республика Молдова планируют реализовать совместные проекты в сельском хозяйстве. Председатель Гомельского областполкома Геннадий Соловей обсудил их с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном. Сейчас в Молдову свои товары поставляют более 110 предприятий Гомельщины. В направлениях совместного сотрудничества есть перспективы в производстве пищевой и сельскохозяйственной продукции. К примеру, зерновых и винограда, грецких орехов, семян кукурузы, винных материалов и коньячных спиртов. В субботу по всей стране прошла акция «Чистый лес». Добровольцы вооружились инструментами для посадки молодых деревьев и мешками для сбора мусора. Все потрудились на славу, совместив полезное дело с отдыхом на свежем воздухе. К участию в акции присоединилось и руководство области. Председатель областполкома Геннадий Соловей посетил лесной питомник Гомельского лесхоза. После участники акции направились на участок у деревни Цикуны. Ранее на этой площадке уже был лес, но его пришлось вырубить после нашествия жука-караеда. Во время акции молодые деревья были высажены на территории почти в полтора гектара. Постоянную прописку тут получили 7,5 тысяч сеянцев сосны и березы. Также в субботу в городах и селах региона прошли субботники. Они в очередной раз объединили усилия властей, населения и молодежи по благоустройству и наведению порядка на малой родине. В регионе субботник объединил более 300 тысяч человек. Редактор субботник А.Семкин Корректор А.Егорова